всем добрый день меня зовут екатерина я являюсь руководителем отдела продаж парк отеля лазурный берег сейчас мы с вами посмотрим маленькое видео об отеле потом я расскажу немного наш модели отвечу на все ваши вопросы что приступим а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 лет спокойно, и на кровати можно разместить еще ребенка до 5 лет, если без предоставления места. Кстати, в отеле мы предоставляем детские кроватки, они предоставляются детям до 2 лет, бесплатно все. Так, давайте теперь перейдем к питанию. Отель работает по системе «Все включено». Это шведская линия «Лазурита» у нас называется. Завтрак, обед и ужин проходит на этой шведской линии. Так, да, естественно, здесь есть детский стол, сезонные фрукты, но помимо сезонных фруктов мы в этом году, в этом сезоне создаем еще дополнительную точку питания. Она будет работать целый день, с утра до вечера, это именно точка с фруктами. Сезонные фрукты можно будет взять там в любое время. Отель работает по системе «Все включено». У нас представлены алкогольные напитки, вино и пиво наших местных производителей кубанских. И также у нас на территории есть точки промежуточного питания. Основное это промежуточное питание кафе «Пломбир». И также в этом году мы еще открываем одну точку, это детское питание, черная жемчужина. Мы создали очень красивый, сейчас еще доделывается этот корабль. Я уверена, что детьми он будет воспринят очень положительно. В точках промежуточного питания тоже можно поесть как раз между основной шведкой. На территории отеля имеется аквакомплекс. Это два бассейна, один подогреваемый, один нет. Бассейн детский получается и второй бассейн у него глубина 1,8. Есть еще один бассейн, но он у нас находится в спа-комплексе. Это, я сейчас говорю про два, которые открытые бассейны. Очень большое внимание мы уделяем анимации. Детская анимация, взрослая анимация. Мы единственный отель на побережье Анапы, где есть три сцены, которые работают одновременно. Нам позволяет это, во-первых, территория, во-вторых, поскольку мы направлены именно на детскую анимацию, на детские увеселительные программы, скажем так. Три сцены. Это сцена на пляже, это сцена у пломбира и это сцена у бассейна. Эти три программы, они не пересекаются, то есть вы можете выбрать под, скажем так, под свое желание, куда вы хотите пойти. Далее у нас пляж. Первая линия. Не надо переходить никаких дорог, ничего. Вот абсолютно, прям действительно первая линия. Свой пляж, он полностью закрыт, охраняемый. На пляже имеется детская комната. Также можно воспользоваться услугой няни, если такое необходимо. Бунгалы, свои шезлонги, зонты, есть кафе. Ну и опять же сцена, которая будет тоже на пляже. Территория пляжа порядка 250 метров в длину и 230 метров в ширину. То есть он достаточно большой. Ну да, медицинский спасательный пост тоже есть. Также на территории отеля есть детские комнаты. Комнаты для детей – это маленькое королевство, детский игровой центр. И также у нас есть еще геймбункер. Это с игровыми автоматами. В этом году это все бесплатно, поэтому дети могут спокойно перемещаться по территории и пользоваться всеми возможностями, которые мы им предлагаем. Так, и еще у нас очень большое направление в комплексе – это спортивное. У нас есть большой спортивный комплекс. Притом в самом комплексе установлен татами. Иногда мы проводим здесь спортивные мероприятия. То есть комплекс сам по себе очень интересен. Зона кроссфита. И еще у нас есть анимация. То есть это какие-то йога, дни или часы, которые проходят и по территории, и в спортивном комплексе. Это корты, это теннисные, баскетбольные, футбольное поле. Все это имеется тоже на территории. А да, еще у нас есть воркаут. Это уличные тренажеры. Зона с уличными тренажерами помимо спортивного комплекса. Также на территории имеется спа-центр. Он у нас не очень большой, но уютный, компактный. Медицинские процедуры, массажи можно получить. Косметологические процедуры – это все можно получить именно в этом центре. В нем есть еще один бассейн, но он небольшой. Это более для таких закрытых, скажем так, можно там провести более уединенное время. Если вкратце об отеле, получается вот так. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, было интересно. И ответить на вопросы. Ой, я смотрю, уже вопросов много. Так, давайте по очереди будут на все отвечать. Размещение с ребенком 3 года. Дополнительная кровать предоставляется по прибытию. Ну, во-первых, если вам нужно док-место, конечно, мы его предоставляем. И обычно мы его ставим уже заранее. То есть мы видим бронь, что бронь на ребенка, и мы добавляем кровать. Вы уже, когда будете заезжать, док-место будет стоять в номере. Бар на пляже не входит в стоимость. Все включено. Так, бар на пляже не входит. От аэропорта мы находимся где-то в 5 километрах. Да, полностью спа у нас платный. Он не входит в стоимость. Все включено. Шезлонги, пляж, все это бесплатно. Все, кроме кафе, на пляже бесплатно. А, нет, еще няня. Это тоже дополнительно оплачивается. Для младенца детскую кроватку мы предоставляем до 2 лет. Единственное, если будут двое деток в стандарте, то там на выбор. Либо мы детскую кроватку ставим, либо док-место. И то, и то не поместится. Так, 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 так. Давайте. Все? Это все вопросы? Возможно, может, еще что-то есть? Так, спортинвентарь, который находится в спорткомплексе. Час каждый день, бесплатно, вы пользуетесь всем. Бассейн так. Море цветет в августе. Но, к сожалению, на природное явление мы повлиять не можем. Цветет. Это проблема не только, наверное, нашего отеля. Здесь же песок, песочный пляж и водоросли. Их чистят. По крайней мере, у нас в отеле все это чистится. Но, конечно, природное явление мы все равно от них зависим, к сожалению. Так, по детскому меню. Детское меню есть на шведской линии. Это прямо отдельно столы, которые накрываются с детскими такими моментами. Прямо все меню я вам, наверное, не скажу. Оно меняется каждый день. Что-то добавляется, что-то убирается. Но также у нас есть детская промежуточная точка. Это принципиально новая. В этом году она появляется. И на этой точке это бесплатно будет тоже входить в стоимость все включено. Всякие блинчики, венские вафли. Ну, вот такие вещи, они будут как раз для деток. Для малышей, опять же, да, есть на шведской линии отдельно. И опять, если вы хотите что-то конкретное, вам нужно, вы говорите обязательно официанту, и вам не было таких прецедентов, чтобы не помогали, и все это делают. Пляжные полотенца, да, они выдаются прямо перед выходом на пляж. Вы можете их менять каждый день. То есть вы взяли полотенца, использовали, вечером его сдали. Утром взяли чистые, хотите с собой возьмите. Ну, здесь уже как вы решите. Но чтобы было удобнее, и вы могли их поменять, прямо точка с полотенцами, она перед выходом на пляж. Шведский стол со свободным доступом. И на шведской линии мы добавляем еще шоу-кухню, поэтому можно будет там приготовить. Семь человек в улучшенный люкс. Так, три взрослых плюс двое детей. Пять одиннадцать плюс два младенца. Это, конечно, очень интересно, такое размещение. Но смотрите как. То есть мы больше дополнительных мест поставить не сможем. То есть единственное, что мы сможем в улучшенный люкс поставить детскую кроватку одну. И у нас двухспальный диван. То есть три взрослых, по идее, у нас двухспальная кровать, двухспальный диван и ребенок одиннадцать лет. Ну, так вот, чисто гипотетически, я так полагаю, что если будет, наверное, это бабушка, да? Бабушка с внуком и еще ребенок. Вот у меня один ребенок не помещается. Не знаю, куда его поместить, если честно. Ну, если можно будет, там, бабушка с ребенком и еще с ребенком. Или каким путем разделятся взрослые, чтобы двоих маленьких грудных младенцев положить со взрослыми. Если такое возможно, то да. Почему это? Мороженое. Да, мороженое есть на всех промежуточных точках питания. Открылись в семнадцатом году. Вот. Все? Или, может быть, еще есть вопросы? Погода у нас сейчас хорошая, уже солнышко светит. Майские праздники, вот, буквально не за горами. В мае у нас очень обширная программа. И первые, и вторые майские. И мы ее делаем на весь май, поэтому можно приехать по хорошей цене. Так, смотрите. Если номер стандарт, двое взрослых и двое детей. Один год и четыре года. Да, одному ребенку можно детскую кроватку, вторую с родителями на кровати. Либо будет одно ДОП-место, и маленький ребенок будет на кровати с родителями. Не поместится в стандартный номер и ДОП-место, и детская кроватка. Так, говорят, что на пляже у вас, ну, очень много лежаков. Много достаточно, но всем хватало. Не было вопросов. Ранний заезд, поздний выезд. Хороший вопрос. Есть у нас и ранний заезд, поздний выезд, при том два вида. Это гарантированный ранний заезд и негарантированный. То есть гарантированные это сутки проживания. Вы можете забронировать через оператора. Негарантированный это если гость приезжает на место, и если у нас будут свободные номера, гость может разместиться с 50% оплатой от действующего тарифа на день заезда. То есть это не тариф туроператора, это не тариф какой-то спец, по которому вы забронировали. Это будет действующий тариф на момент, когда он приедет. В отеле динамическая цена образования, и к моменту, когда гость будет заезжать, конечно, стоимость будет более высокая. Открываемся мы 30 апреля, вот как раз на майские праздники. Если будет изменяться состав приезжих, вот можно поменять маму-бабушку, папу вместо бабушки. Ну, конечно, можно. Только заранее, это коррекция бронирования, измените таким путем правильное бронирование и отправляйте нам, конечно. С миром мы участвуем. У нас на сайте есть программа МИР. Так, сейфовые ячейки у нас находятся на ресепшене, в более повышенных категориях, в номерах. Недалеко от отеля. Ну, есть аквапарки, есть, ну, сама Анапа. Но вообще, если съездить куда-то, Анапа – это долина винодельни. Здесь очень много винодельческих таких небольших домов, поэтому я думала, было бы интересно туда поехать. К тому же, очень много виноделин, где делают и для детей, да, уголки. То есть это можно сделать таким путем. В начале мая, вы знаете, в этом году температура воды, наверное, будет прохладной, потому что вот весь март у нас был достаточно холодный. Только сейчас в апреле у нас выглядывает уже солнышко и температура поднимается. Поэтому я даже не спрогнозирую вам, какая будет погода. И если сейчас, конечно, будет очень жарко, то вода достаточно быстро прогревается. То есть, ну, за месяц она успеет прогреться. Так, осенью до какого числа? Мы работаем по погоде. То есть в прошлом году мы закрылись 20 октября. Поэтому зависит все от погоды. В августе уже, на самом деле, море не сильно цветет. У него, наверное, такой, мне кажется, пик был. По крайней мере, в прошлом году, конец июля. Но это все зависит от погодных явлений. В октябре, да, вот 30-го мы открываемся. И, грубо говоря, до последнего гостя. В октябре до 20-х чисел мы работаем. Обычно. Так, есть еще, может, вопросы? Спасибо большое за вопросы. Давайте еще, может, подождем. Может, будут еще какие-то вопросы? Надеюсь, на все ответила и не пропустила. Да, гостевые карты. Хороший тоже вопрос. Бывают гостевые карты. Можно попасть в отель на дневное пребывание. Гостевая карта в этом году будет. А мини-диско? Есть очень много программ в отеле. Это и лазертак, и бочи, и прям очень много. И для взрослых, конечно, тоже для взрослых есть. Вот есть интересные спортивные развлечения для взрослых. Есть приглашенные артисты. Практически каждый день у нас идут концерты. Вот есть ли корпуса, куда лучше селиться парам без детей, которые приезжают с друзьями, у кого дети? Да нет, на самом деле здесь, поскольку большая часть гостей с детьми, выбор того или иного корпуса, ну, вы должны понимать, что территория 10 гектар, 767 номеров, при полной загрузке это где-то 2500 человек на территории. То есть, ну, если вы хотите совсем уединенно, от детей не получится. Стоимость гостевой карты 2500 в этом году. И смотрите, номера у нас присваиваются, поскольку в этом году мы перешли более на автономную систему, номера присваиваются программой, и мы не всегда можем на это повлиять. От центра Анапы, да, у нас 12 километров где-то. Мы находимся между GMT и Витязево. Да, я думаю, презентацию вам отправят, уже коллеги и стоим. Выбор корпуса, к сожалению, невозможен. Это можно посмотреть уже по приезду гостя на место, потому что присвоение идет автоматическое, и мы повлиять на это присвоение номеров не можем. Поэтому на месте можно что-то посмотреть, но уже вряд ли что-то прям получится. Так, дополнительное место. Если это взрослые люди, оно платное. С 15 лет дополнительное место оплачивается отдельно. Детское кафе, да, конечно, оно все включено. Есть, конечно, позиции, которые можно докупить за оплату, но вообще все промежуточные точки питания входят в стоимость. Так, для ребенка 3 года. Размещение 2 плюс 3 ребенка. 2 плюс 3 ребенка можно в люксию улучшенном. То есть, если у вас дети будут до 14 лет, то двое будут на дополнительном месте, и если один будет ребенок до 5 лет, то с родителями. Да, балконы во всех категориях номеров. Для ребенка 3... Нет, для всех детей до 14 лет дополнительное место бесплатно. Это я просто говорю, что дети до 5 лет могут разместиться с родителями на кровати. Если будут, к примеру, двое детей, чтобы было дополнительно... Ну, смогли они разместиться в номере. До 14 включительно бесплатное размещение, все верно. С 15 лет уже платное. То есть, если по паспорту на момент заезда ребенку уже будет 15 лет, он уже пойдет как взрослый, и это будет дополнительное место. Так, какие отели расположены рядом? Так, хороший вопрос. Фея у нас здесь рядышком. Ну, так. Посмотрите, может быть, даже по карте, я не сильно по всем отелям рядом располагаю все информацию. Так. Еще вопросы? Ответила на все или нет? Кстати, по балконам. Балконы только через туроператоров мы предоставляем все номера именно исключительно с балконами. Если гости будут бронировать у нас на сайте или там booking.com, ну, не важно где, у них будет... Ну, как попадет. Может быть, попадется номер без балкона. Функция с балконом – это только у туроператоров. Поэтому такой небольшой бонус. Еще вопросы, может? Спасибо большое тоже за внимание. Если вдруг будут какие-то вопросы, вы обязательно пишите. Я думаю, мне все передадут. Я с радостью вам отвечу. Спасибо вам. Пишите в ТУИ. Коллеги все отправят мне. Все, наверное, я тогда отключаюсь. Или если нет вопросов, я тогда, наверное, отключаюсь. Продолжение следует...